Весенний призыв в армию начался. Единый государственный экзамен отложен на неопределённый срок. Пострадавшие от коронавируса могут воспользоваться кредитными каникулами. Об этом и многом другом мы расскажем в блоке коротких новостей. В Крае заработали призывные комиссии. Весной с территории региона планируется отправить войска почти 5,5 тысяч человек. Первые призывники прибудут на сборный пункт Края 20 мая, а первое отправление в воинские части запланировано на 23 мая. В Славянском районе в рамках весеннего призыва на службу будет отправлено около 200 человек. Все они будут дважды обследованы на коронавирусную инфекцию. Только после получения отрицательного результата призывники будут допущены на сборный пункт. Минпросвещение России приняло решение о повторном переносе единого госэкзамена. Точная дата пока не определена. При этом для тех выпускников, которые не планируют поступать в 2020 году в ВУЗы, обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. Оценки выставят по итогам года. Также принято решение отменить итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Итоговые оценки также будут выставлены на основании годовых. Граждане и предприниматели, пострадавшие от карантина, могут оформить кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку, погашение суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. С начала апреля в банки от физлиц поступило почти 12 тысяч заявлений, включая ипотечные, потребительские и автокредитные. Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то от них получено 2637 заявок. Из них одобрено 1937 заявок. Основная причина отказов – несоответствие виду деятельности. Курортная сфера готовится к работе в условиях карантина. При сохранении стабильной ПИД-обстановки с 1 июня начнут работать санатории края. Обязательным условием возобновления их деятельности является наличие медицинской лицензии, чтобы в случае выявления заболевших коронавирусной инфекцией санатории могли оказать пациентам квалифицированную помощь. Для людей, приезжающих в санаторий, основанием проезда будет наличие путевки. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы смогут находиться только на территории санаториев. Курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России из-за распространения коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в медучреждениях района. Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС, является действующим до замены его на полис ОМС единого образца. Срок действия временного свидетельства продлен постановлением правительства. Отказы в оказании медицинской помощи недопустимы. При возникновении вопросов, при получении медицинской помощи по временному свидетельству, вы можете обратиться в свою страховую медицинскую организацию или по телефону горячей линии 8 861 48 5 37 06.